Потратить 1000 калорий в день реально? Человек должен тратить в день столько калорий, сколько он съедает. В среднем это примерно 2000 калорий, но эта цифра может быть и больше. Все зависит от возраста, пола и образа деятельности. Половина этих калорий расходуется внутренними органами для полноценной работы. Еще половина должна уходить на физическую деятельность. Если вы будете расходовать калории именно так, то вам не грозит лишний вес. Если же вы мало двигаетесь, то эта половина неизрасходных калорий зависает мертвым грузом в вашем теле и переходит в чаровые отложения. От мотивации зависит успех ваших занятий. Тогда вам будет проще поменять свой образ жизни для того, чтобы похудеть, пересмотреть свой рацион питания, режим дня и прочее. Вам необходимо не только думать о том, как быстро сжечь 1000 калорий, но и о том, как сделать свое питание правильным. И сбалансированным. Самое лучшее средство, чтобы сжечь 1000 калорий, это бег. Новички интересуются, сколько нужно бегать, чтобы похудеть. Конечно, однозначно ответить не получится, ведь у каждого разный уровень подготовки. Но в среднем можно сказать, что нужно потратить на бег примерно полтора часа. При этом двигаться нужно со скоростью около 9 км в час. Такое не каждому любителю под силу. Тогда вы можете выбрать интервальный бег, который также быстро действует на фигуру. Постарайтесь в течение полутора часов чередовать быстрый бег с очень активной ходьбой, чтобы был результат. Тренироваться нужно как минимум 3 дня в неделю, чтобы ваше тело не успевало привыкать к нагрузкам. Постоянно увеличивайте их. Бегите не с горы, а под гору. Увеличивайте время быстрого бега и сокращайте для ходьбы. Когда нет возможности бегать на улице, полтора часа подряд на помощь приходит скакалка. Быстрый и простой способ сжечь тысячу калорий. Попрыгав дома полтора часа, вы легко сможете избавиться от них. Однако, не каждый сможет прыгать столько времени. Тогда разбейте тренировку на две части. Прыгайте, например, утром и вечером. Занятия боевыми видами искусств могут кардинально изменить ваше тело. Вы станете стройным и подтянутым, обретете выносливость. Мышцы станут более рельефными. За каждую часовую тренировку вы будете терять по тысяче калорий как минимум. Если нет возможности ходить в спортзал, повесьте дома грушу и боксируйте. Можно делать это под быструю музыку, чтобы она задавала темп. Однако, не стоит это делать без передышек, потому что это большая нагрузка на сердце. Бейте грушу две минуты, затем полминуты отдыхайте. Затем можете попрыгать минуту на скакалке и снова возвращайтесь к груши. Катание на велосипеде по парку приятное и полезное времяпрепровождение. Во всех смыслах двухчасовая прогулка на двухколесном транспорте способна сжечь до тысячи калорий. Поэтому оставляйте машину дома и катайтесь как можно больше времени на велосипеде. Не только кардиотренировки могут помочь сбросить вес, силовые в этом плане тоже очень хороши. Они делают мышцы крепче и активизируют процессы похудения. Вы можете делать приседания, отжимания, подтягивания, упражнения с утяжелениями. Самый бюджетный вариант для похудения. Не нужно тратить деньги на дорогие залы и прочие вариации. Самое главное условие проходить в день примерно 15 километров. Это около двух с половиной часов. Вы можете ходить на работу и с работы пешком, гулять в парке, ходить на шопинг. Плавание прекрасный во всех планах вид спорта. Для того, чтобы им заниматься, не нужно никакой особой подготовки. Нужно только уметь плавать. Во время плавания задействованы все мышцы тела. А также у этого вида спорта нет никаких противопоказаний. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на канал. Всем мир. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok